так здравствуйте мы сейчас с вами находимся в лазаревской сегодня у нас сегодня у нас 26 июля площадь перед кинотеатром восход и в этом ролике вы увидите что видно самой высокой точки в лазаревской со смотровой площадки санатория тихий дон подписываемся на канал ставим лайк давайте смотреть так перед площадью перед кинотром восход мы встретили нашего подписчика за чистое небо дмитрия из города волгоград вот такой великолепный сувенир для нашего канала привет она привет ну какой же подписчику на друга да сто процентов так ты сделал прививку от коронавируса вся твоя но и жена тоже сделала прививку от коронавируса да вы привились так какие были ощущения после первого укола до экспресс но все те же ощущения когда-то был на весом только это было сжато в 6 часов я не болел коронавирусом и он не уже болел у меня болело только плечо как будто был синяк на плече второй организм более отдает эффект там я так понял что первое температура была что ли за было отрицать миша тебя была температура у меня не было температуры да вот это индивидуально стать вот один парень сработали такое ощущение что воду в кого это рассказывает раз как вообще ничего не было нет ни окина рой грызну все быть прочувствовал как после болезни только в сжатые сроки но получается сейчас он заражаешь ровно на 24 так ну в принципе когда я была когда я стоял в очереди на укол был взрослый человек мужчинка около 60 говорит тоже сделали муку и он ничего не почувствовал ну как бы никаких побочных действий не было после 2 у меня вообще никаких после 2 укола никаких а вот у кого не был после первого после 2 прямо у тела молоко у тебя чё было у меня в общем в районе как будто плечо ударили это после 2 2 1 температура после 2 уже как будто как будто синяк на и в общем до обеда сделал но потом подготовлен школу ездил с сыном там туда-сюда и в ровно 8 9 как кастрюли по голове пинч все это что это ломота усталость ты такое ощущение почувствовал что я весь день кто-то ходил хотя от того не ходил ломота ночь соответственно но на слугограде под 40 до 40 ночью году тени там 36 тени 36 она там на море для россию в степи наши сухой 36 разные да мне кажется у нас важность больше и хуже переносится не они особенно который приезжает наших районов здесь адаптируется организм и должно быть не потеешь здесь это вы не потеете я потею стакан стука и вы песок из меня сразу выйдет но через минуту не на волгоград при этом другие краски откроет там ты выпьешь стакан эти два вот и по туда и ночь перим вот так вертелся как волчок и все и ночь проснуть 38 таблеточку раз портамол там кстати я коронавирус победил 1 таблетка брустан брустан да это аналог импортный ну ладно комнату погуглять да а там 300 грамм пустамола и 200 грамм его профиль и все ночью проснулся не могу таблеточку вы там 7 20 на работу 36 все нормально да и ночью проснулся ощущение что бухал два дня на пролет причем сивухи вот такое ощущение организм в общем а в 7 утра все это экспресс так я бы такого еще вопрос из волгограда вы приехали на поезде но я люблю на пользу на хоть машины есть но я люблю чтобы не чай принесет уложили погладишь и когда вы ходили с лазарьского железнодорожного вокзала вас кто-то спрашивал там человек тысячи было какие они даже если хотели быть не смогли сделать но в принципе не видел то спрашивает на цир теста я бы сказал что в отеле если есть приветствует если нет включение там сам так вот или при ты живешь и официально называется гостиницу тебя не будем говорить название но гостиница на заборе написано гостиница отель но или принцами официально не гостевой дом при заселении спрашивают пцр тест я не успел дождаться я сам предложил есть когда большое вам спасибо хорошо просто у меня сейчас гости приехали и хотели в июне май июнь июль в июле поехать разума заходов ночевкой они сказали пцр тест нам не нужен нам уже в июле нужен только сертификат ну нет народе вот рассказали уже в июле вот уже сегодня не только сертификат ну что все же меня перестал мы сами планируем поехать на расхода там с ночевкой я позвонил в гостиницу сказал у меня сертификат у супруги сертификат ребенок 7 лет что ему нужно гореть если у вас супруга сертификат то ребенку 7 лет и не нужно делать пцр тест хотя по всем правилам до 6 лет исключительно нет вроде я тоже так думал но специально для этого позвонил и сказали что пцр тест для ребенка если у родителей есть сертификаты то для ребенка не нужно еще вопрос супруга как принесла супруга вакцинацию также как ты у меня жена на немножко восприимчивее к этому на чуть более тяжелее тяжелее не знаю нас супруга одинаковое ощущение и первый раз как будто плечо сильно ударили на три дня а второй раз это первый год хватит выгрука и все негодяй а после второго мне почему-то левое плечо фантомные были вот такой нуннер говорили во-первых люди прежде чем прививаться очень много слушает информации считать не читал не смотрел ничего не ну я бы я сижу вот и в основном информация лживая на 90 процентов так давайте по пешеходному переходу нам сюда но тут закрытый поворот пройдем по пешеходному переходу и на самом деле мне в москве куча братьев там все причем один кафедр химии туда-сюда и я ну тоже стал вопрос делать нет писался что ну до фон не видим что происходит за невидимой хуйня чё народ так отрицательно относится на самом деле эта вещь ну от гриппа все пребываются вопросу не сдают москве что-то новое не туда кто нам только там и делаем это вещь не уходим и она полностью ну я не это не рекламщик я просто химиками созвонились сказали вот эту невидимую хуйня искусственно поднятый ажиотаж ажиотаж да во первых куча бабок-дедок например люди которые относятся положительно они не будут писать триллионы гневных отзывов так интересно михалков появился ты не смотрел михалков на какие-то 5g нт но у него там какие-то чипирования михалкова не в курсе у него там какой-то бисогон там что-то мне но у меня короче один за вами следить во первых веру яндекса и в телефоне тебе уже да ты знаешь где на воде джи педа волнувся на телеге во сколько где что-то на телефоне отключил все геолокации но потом спустя два дня был в кафе не приходит оцените я чисто это еще чипирование это что еще как-то мы с супругой сидим у нас ipad все время стоит за столом выключенный мы смотрим все время youtube кушаем и смотрим youtube и супруга говорит хочу посмотреть вот такой-то ролик там с каким-то человеком ну типа что было дальше с таким-то актером который уже прошел там несколько недель назад был открываем youtube и самый первый ролик который предлагает именно его ну да поэтому все уже там уже давно ходят открываешь яндекс яндекс пробки откуда берут эту статистику потеряно да ты не будешь телефоны сколько движения это скорость и движение автомобиля учитывать где-то находишься фигня сейчас у нас будет небольшой перекур и мы уже практически окажемся рядом со смотровой площадкой санатория тихий дон подписываемся на канал ставим лайк а мы немножко перекуривая мы поднялись на высоту от восхода до переди ворота санаторий пансионат берюза санаторий бирюза не и богу бирюза все перебрал санаторий гренада ворота санатория гренада да автостоянка для служебного транспорта пансионата гренада рекламная пауза не рекламная просто пауза и мы с вами оказываемся на смотровой площадке ух вот мы уже подходим на смотровую площадку на смотровую площадку санатория тихий дон родину мать пока мы поставим здесь охранять и так великолепная смотровая площадка что мы видим мы видим во первых высотку который находится перед железнодорожным вокзалом где самый малолюдный пляж и там раз два три 4 5 6 7 человеков плавает на сапах на сапах видим пиратский корабль кто это джон сильвер джон сильвер парасейл красные парашютисты розовый этот не розовый от яхта яхта с розовыми парусами колесо обозрения лазаревская которая высота от моря 80 метров сейчас мы посмотрим по альтиметру на какой высоте находимся мы пока вы любуетесь великолепным видом и загружаем альтметр альтметр и смотрим где мы высота по альтметру и по gps у 96 метров и 9 96 9 97 метров от уровня моря колесо обозрения в лазаревской у нас 80 с копейками а сейчас мы находимся 97 метров визуально метров на 10 до над уровнем моря так что вам еще показать что видно вот видно дома которые возле багратиона недавно проходил на пляж багратион там построили три высота три менее шестиэтажных дома хорошей территории квартиры стоимость сейчас на авито немножко посмотрели 12 миллионов рублей если хотите да раз миллионов рублей продаются как квартиру апартаменты они сколько стройдесят продавать ну не знаю заодно и заодно и узнают уже не да если вы хотите жить в 50 метрах от пляжа то 12 миллионов рублей пляж багратион самые ближние дома к морю можете принципе а если заселить на 3 миллиона вот где за 3 миллиона нет сейчас минимальная сцель ценник лазаревской 100 120 рублей квад тысяч рублей квадратный метр в лазаревской на вторичном 100 120 а более или менее средний около 200 тысяч рублей за квадратный метр в лазаревской на вторичном все пятиэтажки минимальная однокомнатная квартира в лазаревской в районе 40 квадратных метров если вы может быть 36 но 36 даже если умножить на 120 по общей площади все равно минимальная стоимость квартиры в лазаревской от 4 миллионов рублей так как пройдемся немножко вот пройдемся сейчас в эту сторону видим железнодорожный вокзал лазаревская как раз проезжает электричка ласточка который почему-то останавливается останавливается электричка ласточка этот вокзальный переулок приезжаете на электричке вокзальный переулок проходите сразу в этой пятиэтажки внизу есть магнит магниту дома очень хорошо хороший панорамный вид можете смотреть во все стороны там ходишь на то ощущение что много он мне нравится особо когда проходит него там победа 111 розовый там проходят улочки узкие зелень и как это в коридоре таком других наверное такого не видел там вот и очень комфортно когда сверху ощущение два шага уже там но на самом деле вот он бенда вот это когда в 90 был там какой-то перерабатывать работает вон там смотри там дома строй строй когда-то я вида достроили этот проект этот это здание высотку большую хотели много стоит я смотри у них был ссылка на сайт не на сайт зашел и у них тут пять таких высоток в ряд почему они перестали стоять вот этот уже по всем правилам они его поставили но вся территория этого судоверфи и она бы просто даже предположить сколько это тонн весит а если ты много ну сам стоишь тихонько надо утапливается там свой строй твои забивание забивают почему ты думаешь что не построят здесь что-то высота не построят до скольки этажей можно строить а вот это строили все дорожное время и там уже не забыли более-менее умные они как-то распланировали ездить высотками горит ну шнадцать этаж как раз за этим холмом шнадцать этаж когда вот наверное користь научный проект это самый диплом такая раньше там до именно того что это все сдвинет пласты и уйдет кисловодские тоже запретили страсть высоты потому что волоски вода не не подходит и она не глубоко залегает они начнут строить дома они лишатся это тяжелый стать потому что это будет вот это по пару миллионов тонн поставить это будет и вот и там вот именно застройка вот такая тоже здесь тоже где-то билеты вода есть но по крайней мере где-то лазаревская вода какая-то где-то я видел да ну там даже бювет есть этот очень радивно эти деревянные домики внутри тоже есть какой-то свой бювет а вот она да не начать видал еженый заказ за все забором озеро дивном дай кафе почему-то закрыли недавно проходился и уже через кафе да как будто это их не попой так сейчас я вам сниму немножко зумом эта камера которая снимаю она без зума а сейчас немножко зумом покажу вам всю лазаревскую как что видно с этого места так что нужно один тоже снимать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok